КАК ПОСАДИТЬ ШАТТЛ Из космоса! Дисклеймер, у меня есть только 20 минут, так что я смогу дать вам лишь общее представление о процессе посадки. Если вы вдруг захотите полетать на настоящем шаттле, пожалуйста, убедитесь, что внимательно изучили руководство по эксплуатации. Помимо этого, вам понадобится машина времени, так как последний шаттл приземлился более чем 5 лет тому назад. Сейчас они стоят в музее в полностью непригодном для полетов состоянии. Однако, я, как и все здесь присутствующие, последние 5 лет жил, отрицая действительность. В особенности вы, Стив Фелдман. Итак, в моем мире шаттлы все еще летают, и именно поэтому я буду говорить о них в настоящем времени. Давайте начнем. Наша цель состоит в том, чтобы сесть на взлетно-посадочную полосу у космического центра Кеннеди во Флориде. Представим, что мы прилетаем где-то над Южной Америкой со скоростью 27 680 км в час и в другом направлении. Мы не можем просто развернуться, так как это означало бы потерю огромного количества энергии. Так что же мы можем сделать? В принципе, ничего. Земля вращается. Это значит, что если мы немного подождем, космический центр Кеннеди сам придвинется к нам. Итак, мы приближаемся к нему и должны... Остановиться! Вот так всегда. Оказывается, мы все еще летим со скоростью около 27 680 км в час. Позвольте мне показать вам, насколько это быстро. Длина посадочной полосы, на которую мы собираемся сесть, примерно 4,5 км. Это как 40-45 футбольных полей. В зависимости от того, что вы называете футболом. И это одна из самых больших полос в мире. Но сейчас наша скорость такая, что мы проскочим ее за 0,6 секунды. Мы можем добраться из Нью-Йорка до Лондона всего за 12 минут. Что ж, нужно хорошенько притормозить. У шаттла есть мощные движки, достаточно мощные для этого. Так давайте запустим их снова. Полный бред. У нас как бы закончилось топливо. Уа-уа-уа. Свою защиту мы можем сказать, что запуски достаточно дорогая штука. Вот эти два ускорителя по бокам сжигают почти 500 тонн или 500 тысяч килограмм твердого топлива всего за 2 минуты. А потом мы их просто выбрасываем. Большой оранжевый бак закачан на еще 726 тысяч килограмм жидкого топлива для трех маршевых двигателей шаттла. Но не проходит 8 минут после пуска, как и в нем заканчивается топливо. И мы должны избавиться от него. Пока-а-а. Все, что у нас осталось, это маленькие слабенькие маневровые двигатели, которые в сумме создают меньше 1% тяги маршевых двигателей. Они определенно не справятся со скоростью 27 680 километров в час, но есть одна хитрость. На самом деле нам и не нужно тормозить ими так сильно. Если выйдет уменьшить скорость всего на 362 километра в час, этого будет вполне достаточно для начала погружения в атмосферу, где сопротивление воздуха выполнит всю остальную работу. Итак, мы включаем маневровые двигатели и начинаем сходить с орбиты. Это займет 3 минуты. Теперь мы просто ждем входа в плотные слои атмосферы. Это еще примерно полчаса. Но мы же не можем войти в атмосферу задом наперед. В первую очередь, мы будем выглядеть глупо. Но. Более важно, что в таком случае аэродинамический нагрев был бы такой сильный, что наш шаттл просто бы расплавился. Итак, мы поднимаем нос, тем самым увеличивая угол атаки почти до 40 градусов. Это угол между вектором скорости и прямой выходящей из носа корабля. При таком угле наш легкоплавкий алюминиевый корпус будет защищен более чем 20 тысячами пластин из кварцевого волокна и усиленными углерод-углеродными панелями на носу и передних кромках крыльев. Интересный факт. Поверхность орбитера, крылья и люки практически не нагреваются, однако покрываются вот такой термостойкой обшивкой и специальной термостойкой тканью. У самолетов все совершенно по-другому, но давайте вернемся к нашей теме. Если все идет по плану, мы почувствуем сопротивление атмосферы на высоте 122 километров на расстоянии приблизительно 8 тысяч километров от цели. Все это, конечно, хорошо, но по прошествии нескольких минут у нас появляется небольшая проблема. У нас есть крылья, а крылья создают подъемную силу. И стоит только шаттлу нырнуть в атмосферу поглубже, как эта сила начинает выталкивать его назад, за пределы атмосферы. Плохо, мы же хотим снижаться. Можно, конечно, поднять нос еще выше, увеличив тем самым лобовое сопротивление и уменьшив подъемную силу, но так мы рискуем перегреять, перегрузить или просто потерять управление орбитером. Таким образом, мы не можем изменить угол атаки, а значит и величину подъемной силы. Однако, можно поменять ее направление. Не обязательно направлять ее строго вверх. Крен влево-вправо позволяет изменять направление подъемной силы в соответствующие стороны. Это довольно эффективный способ контроля скорости снижения. При большем угле крена вертикальная составляющая подъемной силы будет меньше, а скорость снижения больше. При малом угле, наоборот, вертикальная составляющая подъемной силы больше, а скорость снижения меньше. Это наталкивает на один интересный вопрос. С какой скоростью нужно снижаться? Тут нужно решать сложную задачу по оптимизации использования тематической энергии. Мы летим с большой скоростью, и нам нужно преодолеть большое расстояние. Нужно уменьшить эту скорость ровно настолько, чтобы пролететь необходимое расстояние. Если затормозим слишком быстро, то не долетим к месту посадки. Если же слишком медленно, то попросту проскочим космический центр Кеннеди и упадем в Атлантический океан. Что тоже плохо. Итак, мы выяснили, что скорость снижения можно регулировать изменением угла крена, но что насчет скорости торможения или замедления? В первую очередь, замедление происходит из-за того, что мы движемся в воздухе. И если нужно замедлиться быстрее, то нужно и больше воздуха. А где у нас больше воздуха? Правильно, в нижних слоях атмосферы. Она становится плотнее по мере того, как вы спускаетесь вниз. Так что в некотором смысле мы разобрались, как контролировать замедление. Как мы уже знаем, если угол крена большой, то снижение происходит быстрее, а значит мы достигаем плотных слоев атмосферы быстрее, и соответственно, большее количество воздуха быстрее замедлит шаттл. И наоборот, если угол крена маленький, снижение будет происходить медленнее, и таким образом мы дольше задержимся в разреженных слоях атмосферы, а значит будем замедляться не так быстро. Осталась еще одна проблема. Нас начинают заносить. Крен работает не так хорошо, как мы думали. Нужно что-то решать. Мы не можем просто взять и приземлиться в Панаме, обратилась тогда Наса к своим инженерам. Они ответили. В чем проблема? Просто повернем в другую сторону. Это ж не rocket science какой-то. Неужели это так сложно, Стив? И как бы странно не выглядело, эта волнисто-с-образная траектория, она работает. Прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим, что мы успели узнать. Итак, мы начали с маневра по схождению с орбиты, который длился около трех минут. Затем, по мере приближения к плотным слоям атмосферы, мы увеличивали угол атаки до 40 градусов, тем самым позволив термозащите выполнить свою работу. Как только мы попали в плотные слои атмосферы, контроль с шаттлом осуществлялся только изменением угла крена. Если мы видим, что прилетаем в места посадки, заваливаем крем и таким образом тормозим быстрее. Если наоборот, убавляем крем и, соответственно, тормозим медленнее. И не забываем поворачивать в противоположную заносу сторону, выполняя таким образом серию балансирующих поворотов. Так их НАСА называет. Это вход в атмосферу. Фотография входа в атмосферу последнего шаттла в рамках миссии STS-135. Интересный факт насчет этих огненных следов. Хоть они и выглядят такими, на самом деле там ничего не горит. Главным образом это газ, горячий настолько, что из орбиты его атомов и молекул вылетают электроны, которые как раз и вызывают светло-оранжевое свечение. Такое состояние вещества называется плазмой. И даже если вы никогда не слышали о ней, то наверняка видели неоновые вывески, молнии и, конечно же, солнце, которое представляет собой не что иное, как огромный светящийся плазменный шар. Чем меньше скорость, тем меньше тепла, выделяемого плазмой, а значит, можно меньше переживать по поводу перегрева. Но, если перестараться, то можно попросту упасть. Из космического корабля шаттл превратился в самолет. На скорости 13 тысяч километров в час мы начинаем опускать нос, уменьшая угол атаки. А уже при 2700 километрах в час применяется другая техника управления полетом, которая называется энергоменеджментом в диспетчерской зоне. Итак, сейчас мы летим как самолет. Очень плохой самолет. У нас нет двигателей, но принцип тот же. Мы изменяем угол атаки для контроля скорости снижения, используем крен, чтобы поворачивать, и помимо этого у нас есть тормоз, который можно открывать и закрывать для контроля скорости передвижения. До этого момента мы летели на автопилоте. Он представляет собой пятерку вот таких древних компьютеров, в каждом из которых по целому одному мегабайту памяти. Места не хватит даже для фотографий с мобильного. Но для полетов на шаттле самое то. Как только мы подлетели к ВПП, командир снова берет управление на себя и применяет технику рулевого управления джойстиком или CSS. Не перепутайте с каскадными стилями, а то мало ли. Конечно, шаттл – дистанционно управляемый аппарат, и на самом деле это означает, что место основного пилота занимает компьютер. Даже техника CSS по сути является машиной с симуляцией пилотируемого полета. Все как в реальной жизни. Для заметки, ни один пилот шаттла не желает, чтобы его назвали штурманом. Это обидно. Таким образом, в левом кресле сидит командир, кто, собственно, и осуществляет полет. А справа – пилот. Но он не управляет. Конечно, я не уверен на 100%, что NASA таким образом попросту не сбивает с толку сми, так как это действительно работает. Но вернемся к Тиме. Согласно ему, нам надо пересечь прямую продолжение взлетно-посадочной полосы и затем лететь по воображаемой спирали, которую называют траекторией выравнивания по конусу. ТПВК. Если все пойдет по плану, то наш шаттл должен выйти на Глиссаду на высоте около 3 километров и оказаться на одной прямой с ВПП. В случае обычного пассажирского самолета снижение по Глиссаде под углом 3 градуса к плоскости ВПП происходило бы на скорости 255 км в час, снижаясь на 230 метров в минуту. Но в нашем случае все по-другому. У шаттла короткие толстые крылья и большой круглый нос. Мягко говоря, летающий кирпич. Для того, чтобы почувствовать плохую аэродинамику шаттла, астронавты НАСА тренируются летать на модернизированной версии самолета Гольфстрим 2, с выпущенными шасси и двигателями, работающими в обратном направлении. Нам нужен более кирпичный угол наклона Глиссады в 20 градусов на скорости 555 км в час со снижением на 3050 метров в минуту. Чтобы дать вам представление, насколько это быстро, я покажу пример. 3050 метров в минуту – это примерно 190 км в час. Это предельная скорость падения парашютиста при свободном падении. Понятно, что у нас не получится сесть, и поэтому на высоте 600 метров мы поднимаем нос и, соответственно, угол атаки, тем самым выполняя так называемый предпосадочный маневр. Он позволит использовать генетическую энергию движения шаттла для уменьшения огромной скорости снижения. Шасси выпускаются на высоте 91 метра. Мы ждем так долго, потому что, во-первых, выпущенное шасси увеличивает силу лобового сопротивления. Ну и во время полета их назад не уберешь. Мы пролетаем на 2ПП на высоте всего 8 метров, наша скорость серьезно падает, а приземление происходит на скорости 362 км в час. Открываются тормозные парашюты, носовое колесо постепенно опускается. Прошло всего 65 минут с момента запуска маневровых двигателей на другой стороне планеты, а мы уже посадили шаттл. Из космоса. Откуда ж еще? Теперь давайте посмотрим, как бы все это выглядело с кресла пилота. Я пилот и считаю, что в мире нет ничего круче. Конечно, все, кому я это показывал, не разделяли моего мнения. Но я думаю, Стиву понравится. Это ночная посадка шаттла «Атлантис» миссия STS-115. Сейчас мы летим по траектории выравнивания по конусу. Мы смотрим через коллиматорный дисплей пилота, по которому бегают зеленые циферки. Левая шкала отображает скорость. Сейчас наша скорость лежит в пределах 260 и 270 узлов. Справа у нас высота, и прямо сейчас мы летим на высоте 8,5 км. Через секунду вы увидите восточное побережье Флориды. Огни неподалеку от космического центра Кеннеди. Практически в центре экрана вы можете заметить квадрат и дергающийся расплывчатый ромбик внутри него. Он выполняет функцию некого гида. Задача командира заключается в удержании ромбика внутри квадрата, что на самом деле означает снижение шаттла по правильной траектории выравнивания по конусу. Кстати, этот ромбик превратился в круг после... Впрочем, не важно. На самом деле важно, но мне лень объяснять. Внизу, правда сейчас не видно, скорее всего из-за открытого пульта управления, есть штука под названием CSS, а сверху HDG для спуска по правильной траектории выравнивания по конусу. Правее находится горизонтальная линия с парой треугольников на ней. Верхний показывает степень открытия аэродинамического тормоза, сейчас он развернут на 70%. Нижний треугольник отображает мнение компьютера по этому поводу. Сейчас их положение совпадает. Вы увидите, как компьютер будет менять его позицию по мере снижения, особенно незадолго до посадки на высоте 915 метров. Вот уже и ВПП заметно. На высоте 3050 метров я включу вам разговор остронавтов. Так будет намного интереснее. В основном вы будете слушать, как пилот разговаривает с командиром во время посадки. Корректировка. Задние щитки в норме. Вот так 2743 метра. Отлично, вижу глиссатные огни. Принято. 2438. Небольшой боковой ветер. 2134. Идём хорошо. Принято. 1828. 1524. Радары в норме. Принято. Выключаю отображение дополнительной информации и 914 почти 915. Что там, тормоза? Приближаются к 27. Хорошо. 610. Поднимаем нос. Шасси готовы. Понял, поднимаем нос. Вижу поднятие носа. Небольшое запаздывание. Отлично. 305. Скорость 504. 213. 183. 152. 122. Выпускаем шасси. Выпуск шасси. Шасси выпущены. Выравниваем угол атаки. Если ещё не включили дисплей, можете включить. Чуть выше. Вас понял. Чуть выше 30 метров. 410. Много энергии. Хорошо. 15. Вижу поднятие угла атаки. 9 370. Не слишком высоко? Ещё не слишком высоко? Вот так. 327. 3. Можете начинать садиться. Поехали. 7, 6, 5, 4, 3. Касание. Парашют выпущен. Опускаю нос. Я скажу, когда полтора. В них там полтора и ещё немного. Есть касание. Помните, у них нет двигателей, и для них это единственный шанс приземлиться. Я люблю подчёркивать тот факт, что видео началось 3,5 минуты назад на типичной крейсерской высоте обычного пассажирского самолёта, 11 километров. А теперь представьте, что капитан авиалайнера, в котором вы летите, говорит, дамы и господа, мы начинаем снижение и скоро приземлимся в Филадельфии. Или другом месте. И подскоро он имеет в виду 3,5 минуты. Но именно так летали шаттлы. На этом всё. Спасибо.